Здравствуйте! Вы смотрите программу «Наша культура». Сегодня мы продолжим вас знакомить с спектаклями, которые участвуют в конкурсной программе фестиваля «Театральная весна». Познакомим вас с красноярским композитором, который пишет музыку к художественным фильмам. А прямо сейчас мы в Центре культурных инициатив на Ползунова 13. И здесь, сегодня танцевальная лаборатория «Вьюпоинт» представит сразу два спектакля. Оба спектакля важны для понимания процессов, происходящих с современным танцем в Красноярске. Ведь танцевальная лаборатория «Вьюпоинт» сегодня, по большому счету, единственный коллектив, кто уже много лет успешно популяризирует современный танец в нашем городе. Первый сегодняшний спектакль называется «В трех главах с эпилогом. Чехов, Достоевский, Толстой». Впервые я увидел этот спектакль на международном фестивале «Айсидора» в 2012 году. Тогда он занял второе место. И на меня произвел неизгладимое впечатление. Ничего лучше в сибирской школе контемпори-данс, современного танца, до этого я не видел. Тогда уже было понятно, что это серьезное произведение. И оно войдет в историю красноярского современного танца. Собственно, так уже и происходит. Это был удивительный спектакль. Тихое хореографическое чудо. Действий было три. Чехов, Достоевский, Толстой. Соответственно, их девушки и танцевали. Точнее, образы их литературы, отблески их литературы во времени, впечатления от их произведений. Чехова мы увидели нежным и смешным. Достоевского душераздирающий, скрижещище, асоциальным. Толстого, балаганно-цыганско нараспашку душу вынимающим. Танцовщицы из «Вьюпоинт» явно нашли новый путь развития контемпори-данс у нас, в провинции. И в темах, и в идеях, и в хореографии. Филигранные по пластике, словно ручная роспись по тончайшему фарфору, движения танцовщиц через совершенно оригинальные собственные хореографические приемы, через тонкое чувство литературного произведения во времени, через композицию всего спектакля, рождали необычайно яркий, чарующий, звонкий и нежный одновременно образ русской литературы, выраженный в танце. Образ высокий, образ искренний. Это именно то, что мы ждем сегодня от искусства. И в конце основных действий эпилог. Он был настолько прост по своей хореографии, что казалось, он и есть глобальная притча об устройстве мира, выведенная из устройства миров трех литературных русских гениев. Фантастика. Так тонко, так драматургично, так искренне и так иронично в Красноярске еще никто не танцевал. Основоположница современного танца Айседора Дункан писала, «Всякое движение будет только тогда прекрасным, когда оно правдиво и искренне выражает чувства и мысли». Этот спектакль звенящий, щемящий рассказ о писательском творчестве и читательском сотворчестве. О России, где все, что прожито людьми, людьми же и написано. Через ступни ног, через ладони рук танцовщицы проговаривают по слогам «Войну и мир», «Вишневый сад» и «Преступление и наказание». Страсти рождения слова, его прочтение и экстаз от осознания его произнесения, ощущение языком анеба, красоты, его звука. И красота это, конечно, через боль. Физическую, душевную, телесную, земную. И это, конечно, рай. Иди и растворись в нем. В антракте зрители обсуждали, здесь концентрация всех чувств. Это не книга и не фильм по книге, это что-то другое, особенное, ни на что не похожее, говорит зрительница. В один прекрасный момент, смотря на сцену, я понимаю, это мой Достоевский, сказала другая. Современный танец – это не только движение тела, но и мысль тела, сказала ведущая вечера. Мы ненадолго оставим здесь зрителей в ожидании второго сегодняшнего спектакля, а это будет премьера. И вернемся в этот зал через несколько минут в конце программы, чтобы увидеть Ренессанс. Мы продолжаем знакомить вас с театральными постановками, которые участвуют в конкурсной программе фестиваля «Театральная весна 2016». Сейчас мы в театре имени Пушкина, а через несколько минут на этой сцене начнется спектакль «Дама пик». Поставил этот спектакль режиссер Геннадий Тростенецкий по собственной пьесе, которую написал по мотивам повести Пушкина. Перед спектаклем я беседую с театральным критиком Еленой Коноваловой о том, что интересного удалось уже посмотреть членам жюри «Театральной весны». Для меня открытием стали муниципальные театры, потому что, конечно же, я много раз их видела в Красноярске, но одно дело, когда ты смотришь их на фестивали, совсем другое, когда ты смотришь их на их площадки, в условиях, в которых работают эти люди. И у меня самые приятные впечатления от Мотыгинского театра, Лисосибирского и Железногорского кукольного театра «Золотой ключик». Есть сейчас такой вот интерес к старой советской драматургии, она востребована, находит отклик у зрителей, у режиссеров и у актеров. Так что это любопытное такое явление именно этого года. Если вы меня спросят, чего мне не хватает на этой театральной весне, я могу сказать одно с полной уверенностью. Мне не хватает в афише фестиваля спектакля Олега Алексеевича Рыбкина. Я считаю, что это недопустимое упущение театра нефы. Лично для меня это большое огорчение, потому что я считаю Олегу Алексеевича Рыбкина большим художником. Персонаж пьесы «Дама Пик» рассказывает. Игра, в которую играют, называется «Фараон». Вы думаете, это безобидно? В «Фараоне» в одночасье можно просвистать жизнь. Кстати, Пушкин проиграл рукопись, а потом выкупал пять лет. И как начинается пиковая дама? Однажды играли в карты у коногвардейца Нарумова. Вон он, Нарумов, слева стоит. «Начали!» – крикнул герой Эдуарда Михоненкова. И все началось. Действия это и комедия «Буф», и мистика, и карнавал – всего понемногу. В портере две дамы шепчутся. Сейчас зрители сюда ходят такие, что вообще первый раз в театре. Не только в театре Пушкина, а вообще в первый раз. И сразу стало понятно, для какой аудитории этот новый спектакль. Цветной, чтобы не заскучали, громкий, чтобы не уснули. Этот спектакль-мультик – пример того, что серьезный театр идет в сторону антрепризы. Антрепризы дорогой, с шикарными костюмами, великолепной машинерией, огромным актерским составом на сцене. А на каком языке говорит с новой аудиторией? Конечно, на языке Диснейленда. Спектакль-мультик ей будет понятен, потому что концепция «развлекайся» сегодня актуальнее, чем концепция «размышляй». Какой сегодня зритель, такой сегодня и театр. А зритель сегодня на лабутенах. Ждем на сцене «Человека-паука». Мы в Краевой молодежной библиотеке. Здесь сейчас состоится встреча с автором музыки к красноярскому кинофильму «Дороги» композитором Сергеем Доставаловым. Конечно, это не первый фильм, которому пишут музыку красноярские композиторы. Например, наша землячка, композитор Ирина Белова, написала музыку к более чем 30 документальным и игровым кинокартинам. Красноярскому фильму «Дороги», кроме Сергея Доставалова, также написал музыку и красноярский композитор Илья Бешебли. «Дороги» сняли в 2014 году. И это один из немногих примеров успешных полнометражных игровых кинолент, созданных съемочной группой из Красноярска. Это важно, потому что традиционно у нас сильные кинодокументалисты. И принято считать, что в нашем городе нет технической производственной базы для съемок профессионального полнометражного игрового кино. И все попытки сделать большое кино чаще всего заканчивались провалами. Мне хотелось именно в эту музыку вложить некоторые контрасты. С одной стороны, это заглавная фортепианная мелодия, с другой стороны, это такие жесткие гитарные рифы и барабаны в стиле рок. То есть она там развивается, начинается из обычной мелодии и заканчивается таким настоящим драйвом, что называется. Сергей Доставалов рассказывает юным зрителям. «Нам кажется, что вдохновение – это мелодия, которая нам пришла откуда-то из космоса. Ты садишься за инструмент и пытаешься ее повторить, но на самом деле у творчества есть одна особенность. Без того, чтобы прикладывать огромное усилие, без труда вдохновение не придет. У меня именно так. Я очень долго думаю над какой-то идеей, и по прошествии времени приходит мелодия. И я сажусь, аранжирую ее, пытаюсь в нее привнести дополнительные нюансы». При всех трудностях с производством кино в Красноярске, желающих сделать свой фильм, в городе не уменьшается. Мы все помним последний громкий успех красноярского кинорежиссера Сергея Дятлова, который снял свой первый фильм «Хозяева» и получил за него приз на Каннском видеофестивале. В подтверждении успеха и выбора Каннского жюри, фильм «Хозяева» активно показывают различные европейские кинофестивали. А на прошлой неделе дебютный фильм красноярского режиссера Сергея Дятлова «Хозяева» был показан на московском международном фестивале «Тумороу». Команда, которая более десяти лет организует международный видеофестиваль в городе Каннске, во главе с Павлом Лобазовым и Андреем Сильвестровым, тоже демонстрирует несгибаемую волю кино. В феврале этого года новый фильм московского режиссера, участника видеофестиваля в Каннске Данила Зинченко «Эликсир» будет представлять не только Россию, но и Каннск на крупнейшем и одном из самых главных мировых кинофестивалей «Берлинали-2016». Этот показ – доказательства и жизнеспособности Каннского видеофестиваля, старейшего российского фестиваля, посвященного экспериментальному кино и грамотных многолетних усилий его организаторов, которые через Каннск продолжают открывать новые имена и расширять пространство кинематографической свободы в России. Мы в Центре культурных инициатив на Ползунова-13, и здесь танцевальная лаборатория «Вьюпоинт» только что показала сразу два спектакля. И вот как это было. Коллектив «Вьюпоинт» существует уже пять лет и имеет в своем репертуаре пять крупных спектаклей. Кроме этого, постоянно участвует своими импровизационными хореографическими перформансами в различных творческих проектах Биеннале, Музейной ночи, Каннском видеофестивале. Сейчас как раз состоится долгожданная премьера. Спектакль называется «Ренессанс». Вот как описывают свою постановку авторы. «Чтобы случилось возрождение, нужно пережить средневековье. Мы танцуем о способности каждого найти свой ренессанс в темные времена. Все произошло из яйца. Все прозрения. Так из невежества возникает искра. Появляется такой человек, который что-то понял вдруг среди темноты. И он пошел с этим светом. И все поменялось. Это русское контемпорари. Оно пришло к нам от дягилевских постановок Снежинским через свадебку Татьяны Багановой. Это нервные балеты о душе. В них всегда много литературы, много мысли. Все судьбоносные вопросы. Кто мы, откуда мы, где мы – это сюда. У каждого свой Египет и свой Иерусалим. И разумеется, все новое рождается с криком. Конечно, здесь и про время. Это мировые часы. Вот Евы только вышли из душа, а вот Афродиты только вышли из пены морской и сразу же попали на картины Боттичелли. Возрождение славят те, кто видел темноту. И девичий звонкий крик небу от боли и от радости. А это уже древний Рим. Гладиаторы. Бои, как на сцене Колизея. Бесцветные, дремучие. Вся сцена в трупах и боли. И дальше темнота. Темнота и средневековья. Чума и войны. Насилие и унижение. Никого не поднять. Не оживить. Складывай какие угодно пирамиды из обездушенных тел. Получишь лишь пустоту. Плачь, плачь, плачь. Тьма кругом. Умой. Покрой слезами свою голову. Но знай. Рассвет наступит. Наступит возрождение. Наступит ренессанс. Так всегда было. Так всегда будет. Это все на этой неделе. Увидимся на концертных площадках и музейных залах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова